здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить очередную мушку которую я называю зимними но работает круглый год это вот такая вот нимфочка выполнена на крючке 16 18 номер ничем в изготовлении нет не примечательная нет никаких особенностей но в то же время достаточно уловисто давайте с вами сейчас изготовим я беру крючок тимка 200 р 16 номер чтобы хоть что-то вы смогли увидеть а вообще желательно изготавливать эти не в очки на крючках 18 номер и далее если у вас имеется свинец диаметром меньше чем 03 но не меньше чем 02 это будет даже очень хорошо потому что нам желательно ее грузить я промазал клеем немножечко промотал и теперь будем огружать свинцом можно грузить шариком но тогда нежелательно уже огружать свинцом вот у меня имеется вот такой покупной свинец диаметром 0 38 попробуем немножечко огрузить нашу нимфочку не дохожу пару миллиметров до колечко отрезаем наш свинец пока не проматываем единственное добавим уплотним подровняем края в качестве хвостика я буду использовать те же остатки вот таких вот перьев которые у меня остаются я возьму немножечко там где смешанная с пуховой частью и отрежу небольшой кусочек значит хвостик у нашей мушки равен 3 длине тела это от ровно столько сколько мы с вами промотали свинцом и вместе где заканчивается у нас свинец крепим наш хвостик вот так подкрепили подхватили материал в этом же месте для сегментации мушки можно использовать разный материал который вы сочтете необходимым это может быть и леска и проволока и любой другой плоский крепкий голографический люрекс вот у меня как я уже неоднократно показывал из елочных украшений остался вот такой крепкий довольно таки голографический люрекс который я креплю здесь мушка изготавливается достаточно быстро с минимальным количеством материала если у вас нет в наличии допустим такого люрекса пожалуйста можно спокойно про обмотать сделать сегментацию проволокой медной или же как я использую вольфрамовую проволоку или же нихром который для спиралей и теперь будем изготавливать наше тело хвостик мы уже изготовили промажем немножечко клеем я беру серый даббинг который есть у меня в наличии и совсем совсем немножечко вот так вот маленькими маленькими как пушинка порциями добавляю к нашей нити уложили так чтобы вам было видно приблизительно вот так совсем совсем немножечко и теперь я беру прокручиваю свою нить формируют даббинговую веревку сперва раскрутили катушку а потом уже все остальное закрутили у нас с вами образовалась вот такая достаточно тоненькая но симпатичная даббинговая нить и как обычно начиная от хвостика сперва проматываем немножечко и двигаясь к тораксу начинаем немножечко добавлять пышности нашему телу не забываем подравнивать наш даббинг подкручивать вот как раз этих 5-7 сантиметров вполне достаточно для того чтобы изготовить тело дошли до уровня крепления груди берем теперь наш люрекс которым мы обматывали будем обматывать сегментировать нашу нимф очку сперва делаем один полный оборот и с равными частями теперь двигаемся по нашей телу нашей мушки закрепили остатки отрезали для формирования чехольчика можно использовать как я уже объяснял и полиэтилен и пленочка если у вас имеется специально силиконовая но учитывая то что как я каждый раз говорю у нас канал для тех которые хотели бы изготовить дома вот у меня есть от перья фазана которая уже а хорошо общепанная но вот эти части перьев хорошо годятся для маленьких нимф очек поэтому я сейчас возьму небольшой вырез этих перышек может быть где-то совокупности с десяток их точно будет не отрываю отрезаю вот у меня вышло вот такая примерно щепоточка и теперь я нашей стороной которая у нас с волосиками стараясь которые будут у нас выполнять роль наших лапок я стараюсь уложить примере им сколько нам необходимо и на чехольчик сколько оставить обратной стороной крепим теперь в районе формирования грудки закрепили еще раз посмотрели промерили хватит ли нам будет достаточно я думаю да и теперь берем окончательно теперь закрепим остатки отрежем здесь мы можем изготавливать грудку из любого другого материала так как вы допустим захотите для себя ну я вот посмотрел допустим у меня есть остатки вот такого меха кролика слегка и коричневого и рыжего я совсем-совсем немножечко щепоточку надёргаю этого меха вот так и изготовим грудку не старайтесь за один раз потому что скученность меха не приветствуется у меня даже у самого иногда такое бывает от спешки но сейчас нам торопиться некуда добавим еще немножечко лучше два-три раза по одному и тому же месту пройти нащипали приложили можно использовать синтетический даминг можно обмотать остатками пера павлина то что у вас будет под руками можете использовать но у меня попросили изготовить так что не всегда есть у всех павлин поэтому я изготавливаю вот в таком варианте и теперь я беру наш импровизированный вот так чехольчик который наклоняю вперед так чтобы у меня он ровно находился сверху и подхватывая его колечко стараюсь так чтобы у меня перо равномерно охватила мою грудку вот вышел у нас вот такой симпатичный чубчик и теперь мы с вами разделим наш чубчик пополам и вот так если по каким-либо причинам у вас одни там длиннее короче выйдет по перу это не страшно потому что не всегда вы сможете даже подобрать перо поэтому желательно процессе изготовления мушки потом можно будет спокойно подрезать и возьмем восьмерочкой так как мы их уже разделили здесь же у колечка вот так закрепим закрепили должна у нас выйти вот такая симпатичная конструкция после этого я беру разделенные перья увожу вот так вниз и слегка назад и уже окончательно в этом месте начинаю подхватывать ниткой место крепления вот так как вы видите у нас вышли симпатичные лапки грудка тело сегментировано и достаточно у нас выделено теперь мы здесь берем с вами окончательно закрепим нить и сформируем головку я капнул капельку лака на формирование головки и на наш чехольчик так как это у нас самое слабое место и как вы видите довольно таки симпатичная быстро изготавливается нет больших каких-либо сложностей в материалах благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч Продолжение следует...